Привет, друзья! С вами Макс и Юля. И сегодня у нас есть двенадцать стереотипов о России, которые мы можем подтвердить, а можем опровергнуть. Правда или неправда? Давайте начнём. Начнём с двенадцатого, да? Номер двенадцать. Юля, что у нас под номером двенадцать? Все российские водители используют видеорегистраторы. Видеорегистратор — это такая маленькая камера, которую ты крепишь на лобовое стекло автомобиля и записываешь всё, что происходит у тебя впереди. И что, все русские водители такое используют? Я бы сказал так. Раньше эти видеорегистраторы действительно использовали почти все водители. Я тоже думал о покупке видеорегистратора. Но сейчас я думаю, что они не так важны. Для чего нужен видеорегистратор, Юля? Чтобы, если ты попадёшь в аварию, у тебя было подтверждение того, что произошло. Да. То есть, по сути, это доказательство твоей правоты. Доказательство, что ты прав, если что-то случилось. Но сейчас есть страховка в России. Есть две автостраховки. Одна обязательная, одна дополнительная. И в случае, если у тебя есть дополнительная страховка, а она сейчас есть у многих, особенно если у тебя новая машина, то ты получишь деньги или твою машину отремонтируют, даже если ты не прав. Поэтому смысла в этом видеорегистраторе сейчас нет. Тебе не нужно доказывать, кто был прав, кто виноват, если у тебя есть страховка. Поэтому у меня есть страховка, у меня нет регистратора. Ясно. Что у нас под номером одиннадцать? Когда русские поднимают бокалы с чем-нибудь, они говорят на здоровье! На здоровье! Russian vodka! Но это не так. На здоровье мы говорим в ответ на спасибо. Спасибо на здоровье. То есть, как пожалуйста. Это синоним к слову «пожалуйста». Но мы никогда не используем это слово во время тоста. Однако мы можем сказать это чуть-чуть по-другому. Мы можем сказать, Юля, давай... Подними бокал. Давай выпьем за здоровье. Но за здоровье кого? Давай выпьем за здоровье наших родителей. Давай. Давай. Либо давай выпьем за здоровье друзей. За здоровье молодожёнов. Вообще пить за здоровье это, конечно, какой-то... Странно. Абсурд. Но, тем не менее, так мы можем сказать. Мы пьём за что-то. Давайте выпьем за успех в бизнесе. За какой-то контракт, да, классный. Давайте выпьем за хорошую погоду. Давайте выпьем за нашего Владимира Владимировича Маяковского. Замечательного русского поэта. Да. Следующий вопрос, Юля, номер десять. Что у нас там? Номер десять. Все русские мрачные и злые. Действительно ли все русские мрачные и злые? Да нет. Нет, мы добрые на самом деле. На самом деле, я бы сказала, что частично это верно. Я думаю, что этот стереотип появился, потому что действительно не так уж и часто ты можешь увидеть людей там, не знаю, в магазине или в кафе с улыбками. Да. Дело в том, что российская культура, культура в России отличается немножко от, скажем так, западной культуры. И у нас нет вот этой установки, что тебе нужно быть приветливым, что тебе нужно улыбаться и что тебе нужно быть таким позитивным. Однако это не значит, что мы всегда депрессивные. Конечно. Просто мы это не показываем. У нас вот это базовое состояние моего лица. И это нормально. Я заметила, что если ты идешь по городу, например, и улыбаешься, или едешь в метро и улыбаешься, ты привлекаешь гораздо больше внимания, чем хочешь. Девушки, это для вас лайфхак. Если вы в России хотите внимания от мужчин, хотите найти парня, то улыбайтесь. Если вы хотите, чтобы вас оставили в покое... То делайте, как я. Закрой шкаф, пожалуйста. Номер девять. Все русские называют друг друга товарищами. Товарищ Юля. Товарищ Макс. Это так или это не так? Это не так. Сейчас мы вообще не используем слово товарищ. Где используется слово товарищ? В армии используют. Только в армии и в вооруженных силах. Товарищ командир. Товарищ прапорщик. Товарищ лейтенант. Да? Вот это используется. Слово товарищ использовалось до Советского Союза. Но в Советском Союзе оно стало очень популярным. Юля, почему? Для чего нужно было это слово? Было нужно универсальное обращение, которое позволит стереть разницу в социальных классах. То есть, словом товарищ, ты мог обратиться к учителю, к начальнику, к другу и к товарищу Сталину. Да. Сталин тоже. Товарищ Сталин. То есть, все товарищи, все как бы равны. Вот. Это была, на самом деле, классная идея. Сейчас не хватает какого-то универсального обращения. Да. Это было бы классно сейчас иметь какое-то обращение. Но товарищ уже имеет коннотацию, и мы уже сейчас не можем его использовать. Также мы не можем использовать сударь и сударыня. Это звучит слишком, ну, по-имперски. Ну, вот сейчас в официальной переписке можно встретить господин и госпожа. Да. Но я не могу себе представить, что, я не знаю, ты в магазине окликнешь кого-то и скажешь, ой, господин. Да. Госпожа, будьте добры, пожалуйста. Какая я тебе госпожа? Ты что? Вот такой будет ответ. Окей, что у нас под номером восемь? Под номером восемь у нас тот факт, что все русские носят национальную одежду. Шапку, ушанку, лапти, валенки, национальные костюмы. Где твои валенки? Мои валенки в стирке. А ушанка? А ушанка осталась дома в другой квартире. Кстати, у меня действительно есть ушанка современная. У меня даже было видео вот в этой ушанке. Я ходил в этой ушанке в Китае. И купил я её в Китае во французском магазине. Неплохо. Неплохо. Да, нет. Сейчас, конечно, мы не носим такую одежду. Ушанки могут быть... их можно увидеть. В основном у людей старшего поколения молодёжь их не носит. Давай к следующему вопросу. Следующий пункт номер семь. Все русские коммунисты. Ты коммунист? Нет. Ты знаешь кого-нибудь до тридцати лет, кто коммунист? Лично, наверное, нет. Ну да, я по телевизору видел коммунистов молодых. Действительно, среди молодёжи это не популярно. Это очень узкий круг людей, наверное, какой-то. Я не знаю никого, кто бы придерживался коммунистических воззрений. Да, в России коммунистическая партия сейчас не является преобладающей. В Советском Союзе, да, была одна партия коммунистическая, но сейчас нет. Да. Сейчас вот на последних выборах в 2021 году коммунистическая партия набрала примерно двадцать процентов голосов. Двадцать процентов. Это неплохо, очень неплохо, но там была своя тема с голосованием. Да. И не только коммунисты голосовали за коммунистическую партию. Вот. То есть в реальности, я думаю, это где-то двенадцать-пятнадцать процентов максимум. Наверно. Наверно, где-то так. Наверно, как-то так. Что у нас следующее? Следующее у нас это то, что в России везде и всегда холодно, и ещё снег постоянно идёт. Это так? В России холодно. Ну, вот в этом видео я показывал русскую зиму. И вот в этом видео тоже я показывал русскую зиму. И она может отличаться от того, что вы думаете про русскую зиму. На самом деле, ну, есть юг, и здесь, конечно, климат, ну, примерно как на севере Турции. Да. Но большинство людей, конечно, живёт в средней полосе России, где не экстремально холодно, но где, скажем так, ну, как это можно описать, Юля? Холодная зима, тёплое... Ну, да. Где-то так. Примерно так. Стереотип пятый, что русские могут понимать другие славянские языки. Например, сербский, хорватский, болгарский, украинский, белорусский и так далее. Юль, ты смотрела что-нибудь на украинском? Да. На украинском я смотрела, например, шестого Гарри Поттера. Гарри Поттер и Принц Полукровка. Как тебе... А как... Ты помнишь, назывался Принц Полукровка? Я не помню. А ты понимала, что там происходило? Да. Ну, в большей степени в фильме я понимала, что происходило, но у меня много украинских знакомых, друзей, и когда они между собой начинают быстро говорить на украинском, конечно, ты ничего не понимаешь. Это правда, да. Человек в России, который никогда не был знаком с украинским языком, скорее всего, поймёт общий смысл, но не так языком. Но если ты часто путешествуешь по Украине или если ты... У тебя есть родственники, да, на Украине, то в принципе ты будешь понимать неплохо украинский язык. Но проблема в том, что, конечно, говорить на других славянских языках мы не можем. И наше понимание других славянских языков меньше, чем понимание, например, украинцев других языков. То есть русские с трудом поймут поляка из Польши, да, но поймут или серба из Сербии. Но украинцы легче поймут поляка и легче поймут серба. Что у нас под номером четыре, Юля? Ой, мне очень нравится этот стереотип. У всех русских проблема с законом и связи с русской мафией. Да, это сложный вопрос, честно говоря. Потому что я слышал об исследованиях, которые делят всю Россию на две части, даже на две страны. Это Россия индивидуалистская и Россия коллективистская. Индивидуализм, коллективизм. Об этом я говорил вот в этом подкасте. И Россия коллективистская не очень хорошо воспринимает институты и закон. То есть закон и различные институты, типа суды, полиция и так далее. Это всё не так важно для тех людей, которые принадлежат к этой части России. Наоборот, люди, которые относятся к индивидуалистской части в России, они доверяют институтам, они доверяют закону и они хотят жить по закону. И это как бы две разных, ну, реально страны в одной. Два разных подхода. Поэтому отчасти это верно, что для многих людей закон не является чем-то вот прям вот таким важным, да, таким вот основным в жизни. Непреложным. Отличное слово какое. Вот так вот. Что следующее у нас, Юля? Следующее у нас русская душа. Есть некий стереотип о том, что у русских есть какая-то особенная русская душа. Русская душа. Да, русская душа. Я под русской душой воспринимаю совокупность некоторых характеристик России. Действительно, есть моменты, которые удивляют иностранцев. Каждая нация или страна или каждый народ имеет какие-то свои особенности, какие-то характеристики. И вот мне кажется, русская душа это эти характеристики. Что, например, Юля? Ну, наверное, гостеприимство. Русские часто приглашают гостей, например, и... К себе домой. К себе домой, да. И, например, если вы иностранец, и вы приехали в Россию, то там ваши русские друзья могут предложить вам остановиться дома. Да. Или если вы просто на улице познакомились с русским человеком, вы его ещё не знаете, он вас не знает. Если он вас пригласит к себе домой, не удивляйтесь. Это, в принципе, это нормально. Особенно для небольших городов, да, не для мегаполисов. Ещё я бы добавил про нематериальные ценности в России. Дело в том, что в России всегда были проблемы с деньгами, с материальными ценностями. Поэтому взаимоотношения между людьми часто строились без денег. Поэтому, да, были такие примеры в истории, когда какой-нибудь русский человек зарабатывал деньги два месяца, и потом за два дня он тратил все эти деньги. Он пил, он гулял, он угощал всех друзей, всех знакомых, всех незнакомых людей. То есть, для него эти деньги были не важны. Он хотел отдать их скорее в мир. Это тоже какой-то элемент... Особенность такая, да. Русской души. Но о русской душе нужно говорить, конечно, отдельно. Юля, что у нас под номером один? Дача. Русские любят отдыхать на даче. Ты любишь отдыхать на даче? Нет. А твои родители любят отдыхать на даче? Ну, мама любит, да. А твоя бабушка с дедушкой любят? Да. Они привыкли к тому, что, в общем-то, никуда особо поехать в Советском Союзе было нельзя. Поэтому у всех... Ну, у многих, конечно, не у всех были дачи. Маленькие участки земли, где можно было что-то выращивать. Стоял такой маленький домик, и на выходные ты мог уезжать на природу в этот домик. Да. Собирать грибы, париться в бане и так далее. На самом деле, я думаю, что это имеет смысл для старшего поколения. Наверное, 30-35-40, в зависимости от региона, да. Дачи популярны. Но для молодых людей, особенно в больших городах, конечно, дача это уже не предмет интереса. Гораздо интереснее поехать в другую страну, в другой город и так далее. Так и есть. Да? Что ж, друзья, а есть ли у вас какой-то стереотип о России, который вы можете нам написать? Напишите в комментариях об этом стереотипе, и, возможно, мы с Юлей на него ответим. Да, будет очень интересно. Будет очень интересно. До встречи в следующем видео. С вами были Макс и Юля. Пока-пока. Пока-пока. Все люди... Все люди русские. Я не могу. Скажи это. Нет, ну я спросил тебя, тебе надо это сказать. Все... Понятно. С нихуёчки поймались. Что ж делать-то, а? Видео рождается в булках. Оно мне хочет жить. Это просто, я не знаю... Это такой сатанизм. Фух, вот это прям было... Просто зигрё на вошь.